Завершён довольно результативный 22-й тур в чемпионате России. Расскажем обо всех результатах, расписании будущих игр, если они, конечно, состоятся в таблице и бомбардирах. Сочи в перенесённой игре 18-го тура победил Оренбург 5-1. Почему я решил зацепить и эту игру, позже объясню. Кокорин перевоспитывается и делает дубль. 4 матча, 3 гола. А теперь к результатам 22-го тура. Ахмат впервые за 5 с половиной лет уступает в очной игре Динамо 2-3. Внимание, московский клуб вышел после этого матча на 6-е место. А вот клуб из Грозного на своём поле выступает очень плохо. В этом сезоне только две победы на старте чемпионата. Костя Рауш забил свой дебютный гол за москвичей. Оренбург вновь проигрывает, на этот раз на своём поле Спартаку 1-3. Хозяева уступили уже в 11-м туре, что является худшим результатом. Такой же показатель ещё у двух коллективов. Удивительная закономерность. На поле Спартака в первом круге победил Оренбург. Тренер красно-белых вошёл в историю. Доминика Тедеско пропустит следующий тур из-за перебора жёлтых карточек. Зенит разгромил Урал 7-1 и добыл самую крупную победу в этом розыгрыше. Последний раз команда Парфёнова уступала крупно ещё в начале сезона. Правда, тогда счёт был 4-0 в пользу Локомотива. У Дзюбы дубль. Азмун оформил хитрик. Более того, у иранца ещё голевая передача. Отметим, Лунёва, который сыграл свой юбилейный сотый матч за Питер. Зенит не проигрывает в чемпионате России с сентября. 11 туров подряд. Арсенал и Рубин закончили со счётом 0-1. Интересная статистика. Команда из Казани в гостях не уступает на протяжении 6 туров. 5 ничьих и 1 победа. Напомню, что в первом круге сильнее также был Рубин 1-0. Ребята Слуцкого выиграли нашу игру в меньшинстве. Кроме того, казанцы впервые забили под руководством нового наставника. Один удар в створ ворот за всю игру – это стопроцентная реализация. Сочи неожиданно побеждает в дерби Краснодар 2-0. Александр Кокорин на этот раз не забил, но признан лучшим в этой игре. Краснодарцы на протяжении 12 туров не знали до этого поражений. А вот Кокоринцы побеждают в третьей игре к ряду. Хотя вы прекрасно знаете, что клуб с сентября не выигрывал ни дома, ни на выезде. В таблице клуб совершил гигантский рывок. Игра прошла без зрителей. А вот матч между ЦСКА и Уфой посетило ограниченное число болельщиков, преимущественно владельцы абонементов. Команды под снегом делят очки 0-0. Если говорят под дождём, почему бы нельзя сказать под снегом? Вы согласны? Не удаётся вернуться на прежний уровень ЦСКА. Ребята Гончаренко 5, матч идут без побед. Армейцы последний раз выигрывали ещё в ноябре. Четвёртая гостевая победа случилась в центральной встрече Тура. Было понятно, что Ростов проиграет в этом поединке, так как команда Карпина уступала уже после первого тайма 0-3, хотя по игре этого было незаметно. У поляка Крыховика отняли дубль. Его первый фантастический мяч записали как автогол. Локомотив после возобновления первенства ни разу не проиграл. Две победы и ничья с Зенитом. Один матч в наш обзор не попал. Это игра между Тамбовом и Крыльями Советов. Скажу, что молодёжные команды досрочно закончили свою игру дракой. Забито в этом туре без одной игры 24 мяча. Почему же нельзя было так играть раньше? 23 тур должен начаться 20 марта, но никто этого не гарантирует. Итак, Сочи и Ростов играют первыми. В свете последних туров интересная игра. На следующий день Урал, Рубин, Арсенал принимает Спартак, как было сказано, без Стадеско. Локомотив Оренбург, Крылья Советов, Ахмат. Будем надеяться, игра пройдёт в воскресенье. В этот же день Уфа, Тамбов, ЦСКА, Зенит, Центральная битва и Краснодар ждёт столичная Динамо. Большие изменения в списке бомбардиров. У Дзюбы становится уже 13 голов, у Шамуродова остаётся 11. Азмун и Соболев имеют по 10, у Крыховика и Луценко по 9. У ассистента вверху ничего не изменилось. Что там нам говорит таблица? За 8 туров до финиша Зенит имеет преимущество в 3 победы. Разница мячей поражает, плюс 34. Локомотив и Краснодар имеют по 41 мочку, но железнодорожники выше за счёт личных встреч. Далее следует Ростов и ЦСКА. Внизу таблицы ничего не ясно. Каждый тур тут происходит сдвиги тектонических плит, которые двигают команды туда-сюда. Обратите внимание на прогресс ФК Сочи. Коллектив из гадкого утёнка худшей команды превратился в прекрасного лебедя. Смотрите итоговый выпуск про матчи Еврокубков плюс таблицу рейтинга УЕФА. Получилось, пожалуй, неплохо. С вами был Спортивный. Услышимся!